Доброе утро еще раз! Это студия Хорошего настроения, 26 января-вторник. В рядах таможенных служб мира насчитывается более 800 тысяч человек. И сегодня, 26 января, они отмечают свой профессиональный праздник – Международный день таможенника. Ну вот прямо хочется спеть песню «Ваше благородие, госпожа». Именно такую песню пел всем известный Верещагин. Он был также таможенником. Но сегодня у нас люди не менее серьезные, не менее важные. Дорогие гости в гостях. Итак, встречайте. Начальник Организационно-аналитического управления Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Александр Петров. Доброе утро! Доброе утро! А также заместитель начальника таможни «Минск-2» Александр Степура. Доброе утро! И главный инспектор Минской региональной таможни Наталья Кварцхава. Доброе утро! Доброе утро! И, конечно же, сразу же хотим поздравить вас лично с праздником. Нет, Ольга, подожди. Я хочу сначала еще представить одного нашего гостя. Вернее, чтобы уже всех гостей представили. Кто с нами, скажите? Эпониол Бретон по кличке Арта. И Арта у нас сегодня. Тоже работник таможни. Да. Ну тогда всех вас и вот с этим замечательным рыженьким работником мы поздравляем с профессиональным праздником. Я не знаю, мы вот не знаем действительно, что желают. Какое самое лучшее пожелание для таможенника? Расскажите нам, а мы вам пожелаем это. Самое лучшее – это здоровья и успехов на службе. Вот. От души вам этого и желаем. Здоровья и успехов на службе. Мы знаем, что наше государство является членом Всемирной таможенной организации уже более 20 лет. А что дает это именно белорусской таможне? Спасибо большое за поздравление. Самое важное из нашего участия – это международный опыт. Мы имеем возможность воспользоваться им и реализовать у себя на службе. Мы присоединились к ряду конвенций, таких как упрощение, гармонизация таможенных процедур. На этом строится наше законодательство. Мы работаем над тем, чтобы привлечь больше туризма в нашу страну, сделать ее привлекательной, инвестиционной. А для этого необходимо использовать международные нормы, а они аккумулируются во Всемирной таможенной организации. То есть какая-то общая база, естественно, взаимная помощь. Взаимная помощь, обмен опытом и обмен информацией. Так, по правоохранительной сфере мы обмениваемся активной информацией по мероприятиям, которые связаны с борьбой с международным трафиком наркотиков, оружия. И такое направление важное, важное на сегодняшнем, может быть, даже одно из важнейших – это подготовка кадров. Мы направляем своих сотрудников для обучения как в штаб-квартире в Брюсселе, Всемирной таможенной организации, так и по приглашению ряда стран – Японии, Финляндии, у наших соседей, Литва, Латвии. Какие-то элементы их знаний, они всегда для нас полезны. Я больше чем уверен, что есть какие-то новшества, которые разработали именно наши таможенники, и весь мир их перенимает. Есть такие? Есть такие новшества, и они отмечены организацией, ООНовскими организациями. Это связано и с перемещением товаров по железной дороге. Это связано с нашим опытом применения инспекционно-досмотровых комплексов, когда мы можем одним рентген-аппаратом проверить всю фуру, и даже весь железнодорожный состав на скорости до 60 км в час. Это мировой опыт эффективного использования. И мы делимся этим опытом с нашими коллегами. Простого человека, прежде всего, интересует, как легко и быстро, без каких-то происшествий, пересечь границу. А, соответственно, что можно перевозить, что нельзя перевозить. Естественно, вся информация, казалось бы, есть и на сайтах, и в других изданиях. Ну, например, вот на сайте указано про 35 кг или 1500 евро. Может быть, можно подробнее рассказать нашим телезрителям? Совершим виртуальное пересечение границы. Вот, например, что касается ввоза мясопродуктов. Вот здесь какие ограничения? Сколько мяса можно и сколько алкоголя, давайте сразу же. Без ветеринарного контроля можно перемещать до 5 кг мяса, которое находится при этом в вакуумной упаковке. То есть ввозить в нашу страну? Ввозить, совершенно верно. У других государств, у них свои нормы. Что по поводу интересующего, Саша, алкоголя? Вы знаете, у нас достаточно либеральная норма по сравнению с другими странами. Разрешен ввоз алкоголя до 5 литров. Но при этом до 3 литров беспошлино. Если мы хотим ввести 4 и 5 литр, то за них придется доплатить по 10 евро за 1 литр продукции. А вот там крепость напитка имеется? Сюда входят и напитки разной крепости, и пиво в том числе. Что касается, допустим, что еще чаще всего возят? Например, кофе. Вот 10 пачек кофе, например. Стиральный порошок. Стирального порошка. Вот сколько я могу, как хозяйка, вот хочу набрать... На скидках, например, где-то нашла на акциях, купила, пропустят меня, но там... Знаете, все зависит, конечно, от конкретной ситуации. Поскольку мы учитываем и частоту перемещения, и срок годности товаров, и что это за товар. Существует определенная база, то есть ведется аналитика. Если вы ввозите постоянно 5 пачек кофе, ну, наверное, ну, условно говоря, ну, там, раз в неделю, к примеру, да, то, может быть, скорее всего, наверное, вы, может быть, не просто его употребляете, а вы, может быть, извлекаете некую, скажем, экономическую выгоду. А мы говорим про товары для личного пользования. То есть если у вас большая семья... Да, да, так вот эти нюансы прописаны. Вы знаете, есть рекомендации, и они размещены на сайте. Словно говоря, там 2 пачки даже 5-килограммовых порошка, то есть это будет идти в рамках общих норм, про которые 35 килограмм, да, что касается, скажем, то я думаю, что не будет к вам претензий никаких, и это все будет ввезено беспошлино. А давайте поговорим о братьях наших меньших. Когда собачки, работники, вот приобретают такой статус уже настоящего профессионала, или они всю жизнь учатся? Учатся всю жизнь, но, в принципе, готовы к работе года в полтора. А собаки занимаются поиском каких-то психотропных веществ? Наркотиков и психотропных веществ, да. Все, что запрещено. Мне кажется, что арт, такое имя артистичное, да? Может быть, она нам продемонстрирует какой-то один из навыков. Хорошо. Сидите. Сейчас вы ей даете установку, что будем искать, да? Не что будем искать, а что мы будем искать в принципе, да. Все, хорошо. Щепорт. Без этого никак. Щепорт. Ну, она так состоит очень наищает. И главное, что... Невзирая на погоны, я смотрю. Да, погоны ее не смущает. А, так. Молодец, тщательно. Такой беспристрастный служащий. Ну, так во все... Вам, дорогие друзья, не видно, но мы тут смотрим, она весьма активна. А как мухает активно? Нету, говорит, там ничего. Видишь? Так. С этой стороны. Что такое? Что такое? Так, Саша. Вот! Есть, дорогие друзья! На самом деле, признаюсь, все задекларировано заранее. Саша! Мы покажем телезрителям, что там написано. Подарок для... Стой, не отбирай, вот я чтобы вся страна видела. Видите? Карта, ты молодец. Все, забирайте. Собирайте. Здорово. А сколько вообще служат, например, в вашей части кинологов и собачек? Больше 50 человек. Больше 50 человек и не человек. И не человек, да. Собак больше. И породы тоже разнообразные? Или есть какие-то, которые лучше всего всегда разыскивают? Породы разнообразные. Основные это немецкая овчарка Лабрадор. Сейчас стали работать с маленькими собаками, потому что удобнее их применять. Есть информация у нас, ну, собственно, не только у нас, она, в принципе, есть в интернете, о том, что Дмитрий Менделеев к таможне отношения имел. Он разработал таможенный тариф. Баснописец Крылов также служил в казенной палате и имел отношения к таможенной службе. Да, Михаил Креофас-Агинский, который автор известных полонезов, замечательный, потрясающий человек, он тоже возглавлял таможенную службу. Вот сколько талантливых таможенников. Я думаю, что среди ваших коллег тоже такие имеются. Да, сама профессия таможенника предусматривает внимание к окружающему миру, умение заметить особенности, а многие эти особенности нашего мира, они могут и изобразить. Вот мы издали такую книгу «Народное творчество в сердцах таможенников». Там есть хорошие акварели, здесь еще и вышивка, да, и соломка, резьба по дереву. Это все очень творческие люди. Для нас сегодня утро начинается с хорошего настроения, и мы желаем таможенникам Беларуси, нашим соседям по границам, с которыми у нас очень результативная совместная работа, и таможенникам всему, сообществу мировому таможенному, благополучия, успеха в службе и счастья в семьях. Спасибо большое, присоединяемся. Отличного вам дня, прекрасного праздника. И вообще такой замечательный, хороший, пусть лучше спокойной службы. А я еще раз представлю наших дорогих гостей. Итак, у нас в гостях начальник Организационно-аналитического управления Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Александр Петров, заместитель начальника таможни «Минск-2» Александр Степура и главный инспектор Минской региональной таможни Наталья Кварцхава. И собака, естественно же, Арта. Мы ее также поздравляем с ее праздником. Спасибо огромное, дорогие друзья. Мы провожаем наших гостей, а вы, пожалуйста, смотрите новости 24 часа.